Президент Академии наук Фортов Например, президент Академии наук Фортов преследует меня уже лет 12, наверное. Когда я из Канады вернулся, мы в Таро проработали больше года с Туртышным, и получили ключевые доказательства передачи волновым путем генетической информации, регенерации поджелудочной железы, с бактериями тоже, не буду рассказывать, с бактериями потрясающие результаты получили тоже. Как только я вернулся сюда, мне было им заблокировано возвращение в мой институт, институт проблем управления, Российской Академии наук. Я создаю группу в Москве, научную группу, он ее расшибает, разгоняет. Создаю вторую группу, он ее разгоняет. Создаю, наконец, третью группу. Причем меня приглашают в Баумовский университет. Это крупнейший наш курс, самый мощный после Фиана. Дает группу, дает деньги, все дают. Я только-только начинаю развивать активность. Звонок Фортова ректору МГТУ с приказом разогнать группу Горяева. Чего он меня преследует? Он же физик. Он занимается плазмой Фортов. Чего он к генетике прицепился? Или какой-то, так сказать, есть приказ от кого-то. Это просто вредительство. Разогнал, так сказать, меня, так сказать, в Баумовском университете. И тогда я создал инкомнауку, проработал некоторое время, ее разгоняет. А параллельно я еще создал группу в Нижнем Новгороде. Думаю, раз меня в Москве блокирует моя работа, то я сдам в Нижнем Новгороде. Там не достал. Достали и там. И там разогнали. Из-за того четыре группы разогнаны. Но я крылья не опускаю. Я создаю свой институт квантугенетики. О-о-о. Общая ограниченная ответственность. Эта частная собственность, он же не имеет права. Если только физически воздействует на меня. Но пока не трогают, слава богу. Поэтому трудности огромные. Но это, в общем-то, это нормальный путь. Я говорю, что любое новое, оно... Но, понимаете, я езжу сейчас по всему миру. Я докладываюсь. В Соединенные Штаты, в Англии, во Франции, в Германии. В Чехословакии, значит, в Венгрии, в Японии, в Южной Корее. Меня слушают. Я просвещаю людей. Правда, у всех срабатывает канадский вариант. Взять, хапнуть. И все. Наобещать, и все. Это вот... Это капитализм, ребята. Тут ничего не поделаешь. Я не хочу целиком всю, так сказать, медицину охаять. Я проработал в медицине 10 лет. Учазово. В 4-м главном управлении я проработал старшим научным сотрудником. Потом перешел в Несенковский институт. Потом в кардиоцентр учазово. Итого я 10 лет проработал. Я знаю изнутри всю эту медицинскую кухню. Понимаете, они как попали в какую-то систему, из которой они выбраться не могут. Понимаете? Система называется, в принципе, ящика. Вот из ящика, крепко сколоченного ящика, если гвоздь какой-то вылез, это грозит тому, что ящик развалится. Что делают? Они бьют молотком и забивают гвоздь обратно. Понимаете? Или выдергивают этот гвоздь и делают более надежный гвоздь. Понимаете? Вот, значит, вот медицинитарь. Ты чуть вылез, тоже получаешь по голове. Хотя там, конечно, прогресс есть, но он такой медленный. Можно в 100 раз быстрее двигаться. Если не блокируют эти все направления, да, генетические, медицинские, по соловым клеткам, можно двигаться гораздо быстрее. Но вот эта инерция, да, привычка, когда люди присиделись и получают огромные деньги, продавая, значит, фальшивые медицинские препараты, плацебо, так называемый, да, который ничего не лечит. Кстати, плацебо – хорошая вещь. Я вот вроде как бы осуждаю, а вот внушение играет колоссальную роль. Человек свято верит, если у тебя есть авторитет, или у фирмы есть авторитет, она продает подслащенные таблеточки и говорит, что это суперлекарство. Стоит огромные деньги. Человек употребляет. В Штатах проводили исследования, статистически достоверно показано, что препарат, что плацебо этого препарата действует одинаково. Мне тоже говорили, так у вас плацебо. Ребята, плацебо. На детей плацебо никак не может действовать. На растения, когда мы передаем генетическую информацию, на расстояние 7 километров, как она может действовать? На крыс, на расстояние 20 километров, подаем информацию и регенерируем поджелудочные железы, что мы сделали в Торонто, потом в Москве, в Нижнем Новгороде, и снова в Москве, там уже независимая группа. Какое тут плацебо? Как может оператор, который работает с крысами, повлиять на них, чтобы у них поджелудочная железа выросла? Давайте, это хорошее плацебо. Но это недостижимо таким путем. Так что не плацебо. Наши эффекты – это не плацебо. То есть мои злопыхатели хотят свести всю нашу работу вот к этому. А плацебо – значит обман. Все. У нас есть не столько патентов. Причем, к сожалению, в Роспатенте по медицинской линии нас просто блокируют. И я подал, то есть совместно там с моими коллегами, 10 заявок автоматически заворачивают. Мы не рассматриваем это. Примерно то же самое, как заявки на вечный двигатель не рассматриваются. Видимо, есть какой-то приказ. И у меня сильное подозрение, что эта информация, значит она уходит туда, на запад. Заблокировать и отдать на сторону. Вот примерно такая схема. Может, я ошибаюсь. Хотя я, будучи аспирантом, работал в Роспатенте, чтобы заработать себе на булку с хлебом. Я видел, как из него говорят, глуши все. Пиши отрицательное. Любые возражения против хороших работ. Это твоя задача. Задавить. Я ушел оттуда. Информация – это самый ценный продукт. Если ты отдаешь, так сказать, ноу-хау. Хорошо сейчас, в основном пишут патенты, ноу-хау придерживают. Там нюансы не договаривают и все. Поэтому воспроизвести по патенту практически невозможно. Но, тем не менее, какая-то часть информации уходит. И, естественно, что это самый ценный продукт. Вот почему так поступают. Очень просто. Очень просто. Это раз. И второе. Запад не заинтересован, чтобы Россия была страной интеллектуалов. Для Запада мы потенциальный рабочий скот. Поэтому все нацелено на то, чтобы нас оскотинить. Причем они действуют теперь не как раньше, а через мозги. Фильмы соответствующие, значит, передачи телевизионные и прочее, прочее, прочее. Наркотики, водка – это все разложение изнутри. Стимул теряется к развитию. Человек превращается в животное. Что ему надо? Все. Дохнут. Вымирают. Эбола, значит, ВИЧ. ВИЧ так он и не лечится. Только травят людей. Вылечиться не могут. Надо совершенно по-другому подходить к этому делу. Вот мы уже имеем случаи, когда я, значит, бактерии убивал. Значит, патогенные бактерии. Это в Торонто мы, значит, это получили. А теперь я уже сам попробовал. Мамы пишут мне, вот мой ребенок, у него там синегнойная палочка. Мне антибиотики не работают, не знаем, что делать. Ребенок погибает. Я говорю, давайте так. Идите в бак лаборатории, посев синегнойной палочки. Нагревом убили меня. Убили. И эту самую пластиночку, предметное покровное, накрыли стеклом. Мне по почте присылаете, как маленькую посылочку. Я снимаю спектр, так же, как мы растения убили. Даю запись убитой бактерии, вот этой синегнойной палочки. А таких у меня несколько видов бактерий было. Отдаю этой маме по электронной почте. Она включает плеер. Ребеночек слушает. И синегнойная палочка уходит. Вот сюда туберкулеза обращался. Давайте самое, туберкулез неизлечим. Давайте я сделаю, так сказать, вам модельный эксперимент. Хотя бы на кишечной палочке покажу, что можно убить ее. То же самое, можно палочку Коху убить. Да, давайте. А потом, видимо, спохватились. И, значит, все, тишина. А зачем? Когда создают все новые и новые препараты, которые стоят огромный день против туберкулеза. А тут раз, послушал, и нет туберкулеза. То же самое, я говорю, давайте с вирусом СПИДа сделаем. Дайте мне вирус СПИДа убитый. Препарат дайте мне, препарат. Мне немного надо. Лазерный пучок, это полмиллиметра сечения. Вот капельку, так сказать, ничтожную капельку убитого вируса. Я запишу информацию с этого препарата. То есть создам квантовую вакцину. Дайте мне Эбола. Сейчас угроза номер два для Соединенных Штатов. Первая – это Россия, вторая – Эбола. Значит, не знает, что делать. Там уже тысячи, десятки тысяч уже больные. Люк Монтене тоже говорит, он может квантовым путем размножаться. Не обязательно, так сказать, там через чихнул, прикоснулся, это работает. А он может еще квантовым путем размножаться. Дайте мне опять-таки убитого Эбола. Дайте. Я вам сделал квантовую вакцину против Эбола. И все. Ты ее врубил, она на всю Африку будет работать. Нет, не хотят слушать. Тишина. Ноль реакций. В Канаде предлагал. У них там сосновый жучок. У них прекрасные сосны. Огромные, там по 30 метров. Корабельная леска, как раньше говорили. Сейчас теплее стало в Канаде. Ну, везде потепляло. Он размножается дважды. Размножается просто безудержно этот жучок. И бьет эту самую бедную сосну. И все, сохнет. Когда ехали из Торонто в Нью-Йорк, это десятки километров мертвого леса. Значит, ничего не могут сделать. А химикаты боятся травить. Сами отравятся. Жгут. Но это все равно, что взять и, знаете, сама, ассигнации сжечь. Огромные деньги теряют. Я говорю, дайте мне этого жучка. Я так же, как вот это растение, родной пасолиена, резюшку талию убил. Я этого тоже убью. Или вот детишка лечил. Я убью этого жучка. Избирательно только этого жучка. Больше ничего. Это экологически очень чисто. Это не то, что когда ты бросил дефолиант, и у тебя все там вокруг подохло. Или отравляешь, значит, чтобы хочешь жучка, все подохнет. И генетическая инженерия тоже самое сделает. У тебя будет негативный результат. Я жучка говорю, могу убить совершенно спокойно. Дайте мне, так сказать, возможность, дайте финансирование. Я же не могу на коленке все делать. Тишина. Ну, вот та самая часть, которая, к сожалению, она всегда присутствует. Когда что-то принципиально новое даешь, встречает бешеное сопротивление. Просто бешеное. Но закрыли, значит, это Люко Монтенье. Он работает наверняка по китайским заказам. Это плохо. Ни одной публикации за четыре года. Ни одной публикации. Это плохо. Ну, как говорится, ничего не поделаешь, жизнь такова. Надо что-то придумывать. Надо, чтобы народ знал, что это такое. И с чем это едят. А тогда уже какие-то коллективные решения выносить. А так, конечно, будут использовать. Обязательно. Другое дело, что защита от дурака там есть. Потому что, если хочешь, например, подействовать на противника, то ты сам себя ударишь. Более страшного оружия нету. Я этим принципиально не занимаюсь. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.